Их, как в известной песне 90-х, связала музыка. Семейный и одновременно творческий союз Владимира и Натальи Шпилевых насчитывает более чем 30-летнюю историю. Это сейчас они руководители одного из самых успешных оркестров Орловщины. Вспоминают, как 33 года назад по крупицам собирали будущий Орловский молодежный оркестр. Первыми исполнителями ансамбля были обычные юноши и девушки, работники завода «Дормаш». В те далекие годы УГЦК был дворцом культуры для работников этого предприятия. В программе оркестра уже не одна сотня произведений. Выступаем мы на многих концертах нашего Центра культуры в городе, выступаем мы на конкурсах. Нашему коллективу присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества России». Городского Центра культуры могло и не быть. В 90-е «Дормаш» переживал сложные времена. Чтобы покрыть долги по зарплате, власти предложили продать помещение. Историческое решение принял тогдашний правком. Я горда тем, что мы не уронили вот это знамя тех предшествующих поколений, руководителей, тех работников, которые здесь были. Я вот горда только этим, что мы очень достойно сохраняем историю вот этого дворца и несем все самое лучшее вот сейчас в современном мире. Без УКЦК не обходится ни одно культурное мероприятие. Очень приятно. Я думаю, что потенциал Орловского городского центра культуры раскрыт еще не полностью. Есть много творческих идей, есть много направлений, которые Елена Федоровна сама для себя определила. Но самое главное, есть колоссальный творческий потенциал от ребят, от детишек до людей золотого возраста. И этот потенциал сегодня востребован. С праздником вам всех, дорогие друзья! С юбилеем Орловский городской центр культуры поздравляют и Юлия Сабельникова, Арсений Куликов, телеканал Первый областной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова